В республике введены дополнительные меры по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев. Свою работу приостанавливают торговые и развлекательные центры, ночные клубы, салоны красоты, бани, бассейны и кинотеатры. Также на неделю закрываются рестораны, кафе, буфеты и другие предприятия общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Указ не распространяется только на аптеки и продуктовые магазины. Сегодня третий день вынужденных выходных. В соответствии с рекомендациями все должны максимально находиться дома. Исключение составляют службы жизнеобеспечения. Однако в прошедшие выходные, несмотря на запреты, горожане массово выехали в Заволжье. Специалисты зафиксировали 19 возгораний. Озабоченность была прежде всего лесников. Они не ожидали такого потока людей, они не ожидали такого количества костров и вынуждены были объезжать эту территорию, людям разъяснять, просить, умолять, чтобы они не разжигали костры, после себя оставляли чистоту и порядок. Реакция профильных ведомств оказалась предсказуемой. С сегодняшнего дня въезд в Заволжье ограничили. Будут введены режимы патрулирования наших специалистов и уже будут задействованы в том числе и наблюдатели на вышках, чтобы нам не допустить вариантов возможных возникновений пожаров. Сегодня первый день нерабочей недели. Время – час дня. Как вы видите, людей на улице города стало значительно меньше. И все же горожан можно встретить в парках города и гуляющих по улице. А собачку выгуливать надо. Это во-первых. А во-вторых, она после инсульта, я после химиотерапии, нам нужно ноги разрабатывать. У нас ноги больные, мы еле ходим. А так дома будешь сидеть, ноги вообще откажут. Поэтому вот и ходим потихонечку. Ну, стараемся ходить, где людей поменьше. Сегодня вышли на улицу для чего-то? Для покупки какие-то определенные? Какое вам дело? Четыре дня, о том еще дело. Голова болит, аппетит, нету давления, поднимается, вот чуть-чуть вышло животное. А вы не боитесь своего ребенка? Нет, не боимся. Нет, не боимся. Вот вы к нам подходите, наоборот, боимся. Пошли. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы зачем вышли на улицу? У вас не выходные? Нет. Вы нынуждены? Нет. За продуктами. За продуктами и в поликлинику. В поликлинику. Врачу. Вот все. Сейчас идем домой и садимся. Продуктов для соседки прикупили. Для всех пожилых. Десять лет, да, она не выходит сама из дома. А мы молодые. Лариса Иванова, жительница Урмарского района, к вынужденным выходным отнеслась ответственно и самоизолировалась. Это наша главная улица. Как видите, народа нет. Все находятся дома, занимаются домашними делами. Я вот тоже приехала вчера из Чебоксар, внуков привезли и также решила самоизолироваться. Закрываю ворота. И хотела бы обратиться ко всем зрителям, слушателям, тех, кто живут в сельской местности. Многие успокоены тем, что мы далеко от крупных городов, крупных центров, но мне кажется, это не так. Дело в том, что многие мужчины, да и женщины тоже из нашего села, в том числе, уезжают на заработки в Москву, на север, в другие места нашей России. И возвращаясь, они могут также привести инфекцию. Поэтому я очень прошу всех задуматься о том, насколько сейчас сложная ситуация не только в мире, но и на стране. Самое большее, что мы можем сейчас сделать, чем мы можем помочь остановить инфекцию, предотвратить страшные последствия, это находиться дома. Оставаться дома призывают врачи и полицейские по всему миру. Мы работаем ради вас. Останьтесь дома для нас. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии началась подомовая проверка жителей, которые недавно вернулись из-за рубежа. Об этом сегодня сообщили на еженедельной планерке в правительстве Чувашии. В состав мобильных бригад входят медицинские работники, сотрудники МВД, Роспотребнадзора и муниципальной власти. На сегодня Роспотребнадзор уже выписал более 1300 постановлений о необходимости самоизоляции. При этом выявлено 7 нарушений режима карантина. В результате на принудительную изоляцию поместили 3 человека. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 884 человека. Зараженные коронавирусом по-прежнему один. Работа продолжается, работу мы контролируем. И здесь я еще раз присоединяюсь к словам благодарности, которые высказал Владимир Игнатьевич, ко всем. Тем, которые участвуют в этом процессе, это и врачи, и сотрудники органов внутренних дел, и сотрудники Роспотребнадзора, которые находятся на переднем краю этого процесса. Но все больше и больше активных граждан вовлекаются в этот процесс. В частности, создан волонтерский центр. Я бы так сказал, даже не создан один. Их увеличивается, количество этих центров. Увеличивается количество людей старше 60 лет, которым требуется поддержка в режиме самоизоляции. По телефону 8 800 201 32 60 уже поступили первые звонки с просьбой оказать помощь. Конечно, подготовлен наш комплексный центр социального обслуживания населения, в первую очередь, для того, чтобы оказать адресную помощь по доставке необходимых продуктов, по доставке лекарственных препаратов, ну и решению любых бытовых каких-то вопросов, которые являются для них важными. В ближайшее время заработает единый портал, где будут размещены онлайн-версии, посещения, учреждений культуры, спорта, опубликованы курсы повышения квалификации, мастер-классы, онлайн-уроки и видеотренировки. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика. Пенсионный фонд, почта, налоговая служба и фонд социального страхования Чувашии в период вынужденных выходных работают дистанционно. Для того, чтобы обратиться в пенсионный фонд по назначению, перерасчету или выплатам пенсии или материнского капитала, нужно записаться заранее. Мы считаем возможным, если для предоставления каких-то государственных услуг в других структурах можно получить по системе межведомственного взаимодействия, то есть дистанционно, не приходя в органы пенсионного фонда. Также можно эту справку заказать и получить позднее, после того, как эта неделя пройдет или другие периоды, когда нам разрешат уже работать в обычном режиме. Но я хочу сказать, что органы пенсионного фонда максимально подготовлены для предоставления всех услуг в электронной форме. Возможно, если обратиться через единый портал государственных услуг, с той же паролью можно обратиться через личный кабинет пенсионного фонда на сайте пенсионного фонда. С 30 марта и по 3 апреля приостановились прием и обслуживание налогоплательщиков, но налоговая служба продолжает работать. Прием всей корреспонденции, как и налоговой, так и бухгалтерской отчетности, он будет осуществляться в отношении тех налогоплательщиков, кто хочет посетить лично налоговые службы, только через боксы. Эти боксы будут установлены уже при входной группе каждой инспекции. Уже начиная с 6 апреля и до особых пока указаний, прием и обслуживание наших налогоплательщиков в инспекциях будет осуществляться исключительно по предварительной записи, которая будет происходить на сайте ФНС России www.налог.ру с помощью сервиса онлайн-запись на прием в инспекцию. Фондом социального страхования также организовано дистанционное оказание услуг. Это подача различного рода заявлений и документов через личный кабинет получателей услуг Фонда социального страхования. Второе – это единый портал государственных услуг. Третий способ дистанционной подачи документов – это касается уже страхователей через личный кабинет страхователя. Для того, чтобы получить справки о доходах или справки о выплаченных пособиях, в настоящий момент необходимости обращаться лично в региональное отделение нет. Значит, можно подать, опять же, такое же заявление на выдачу данных справок через личный кабинет получателя услуг на сайте Фонда социального страхования либо же по электронной почте. Почта России на дому готова принять коммунальные платежи, налоги, штрафы, страховые взносы, а также доставить посылки, письма, подписные издания и необходимые товары по сниженному тарифу. Доставка пенсий будет осуществляться в соответствии с графиком. Телефон горячей линии – 63-62-12. У нас все пенсионеры получают по четкому графику. Они все знают свои дни, в которых производится выплата. Мы просим, пожалуйста, оставайтесь дома в эти дни, почтальон обязательно к вам придет. Чтобы бизнес развивался, государство помогает ему финансами через региональные институты поддержки. В Чувашии самыми крупными являются корпорации развития и фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности. Однако теперь им самим нужна помощь. К примеру, корпорация развития потеряла более 1 миллиона рублей, которые хранились в Чуваш-кредит-промбанке. Вместе с этими деньгами и своих работников. Многие уволились, и сейчас здесь работают всего 3 сотрудника. Корпорация живет за счет периодической продажи своих активов. Сама себя, так сказать, проедает. Когда деньги заканчиваются, продается очередное имущество. В настоящее время корпорации продолжают осуществляться сопровождение инвестпроекта. Сучуан Чуваша по строительству агропромышленного комплекса. Как у вас осуществляется сопровождение бизнес-проектов, и какие доходы вы от них получили? Вот вы назвали 3 проекта, что вы реализовали, и сейчас сопровождаете инвестпроект Сучан Чуваш. Как вы их сопровождаете, и какие у вас доходы от этой деятельности? Ну, в принципе, это основной вид вашей деятельности, я так понимаю, должен быть. По сути, вашей корпорацией оказывается административная поддержка, безвозмездная. Доходов мы не получаем. В отношении двух предыдущих проектов, там порядка 25 тысяч рублей. 25 тысяч от двух проектов. Для того, чтобы миллион сто набрать, на сколько надо проектов реализовать? Ситуация чрезвычайная, что и говорить. В таком виде корпорация даже не оправдывает своего названия – развития. Поэтому Минэк в ближайшее время должен будет принять ряд важных решений и осуществить перезагрузку в работе институтов поддержки. Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности за три года существования получил всего 17 заявок на предоставление займов, четыре из которых были рассмотрены на заседании экспертного совета. Цифра неутешительная. Специалисты предполагают, что предприниматели опасаются брать такие большие займы. В целях увеличения количества заявок фонд предлагает внести изменения в программу промышленность в части изменения минимального значения бюджета проекта со 100 миллионов рублей до 50 миллионов рублей. Привлекать сторонних инвесторов и выращивать своих – так, если коротко, можно сформулировать задачу, которую ставит правительство перед региональными институтами поддержки. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика. Более 25 миллионов на новый спортивный инвентарь. Благодаря программе «Спорт. Норма жизни», являющейся частью федерального нацпроекта, спортивная школа Олимпийского резерва номер 4 в Новочебоксарске получит современное оборудование. Новое информационное табло, хоккейные ворота, установка для сушки коньков и инвентаря, хоккейная беговая дорожка, специализированные тренажеры для подготовки хоккеистов. Заливать и выравнивать лед теперь будут с помощью современной итальянской машины. Кроме того, при уточнении республиканского бюджета, спортшколе в этом году дополнительно выделили более 56 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на реконструкцию здания компрессорной станции спортшколы. С 1 апреля национальное радио «Чувашия» возобновит вещание в Красночитайском, Ядринском и Маргаушском районах республики. Специалисты национальной телерадиокомпании посетили эти районы и проверили готовность оборудования. Самые актуальные новости региона и познавательные программы можно будет услышать на частоте 100,5 FM. После по-летнему солнечной и теплой погоды жители Чувашии ждет резкое похолодание. Завтра возвращается зима, сильный ветер и мокрый снег. Столбики термометров не поднимутся выше 3-6 градусов, а ночи станут морозными с температурой до минус 3 градусов. На дорогах, возможно, гололедится, а значит, с переходом на летнюю резину пока лучше повременить. Тепло вернется в выходные. Субтитры подогнал «Симон»